один из самых таких убогих районов омска здесь вечером вообще просто лучше не заезжать лучше вообще здесь не появляться они днем не ночью и в обед не вечером никогда вообще просто никогда я не знаю почему но этот район не пользуются популярностью хотя в принципе почему не знаю почему здесь очень много переселенцев с казахстана большинство цыгань и может быть человек привыкает в принципе везде да можно кто поселиться и жить но вот такой видок здесь единственная дорога более менее это вот к мерседес центру ну и здесь они стараются что-то более-менее сделать не знаю как-то поддерживают эту трассу но в общем как-то не айс здесь когда-то было гаи она может быть сейчас здесь есть я уже не помню здесь вот немецкий поселок уже уже моргают где-то менты здесь спрятались где-то сидят потихонечку вот кстати тоже уже года два как сдается в аренду но что-то как-то они не могут сдать куда вот такие вот масштабы хотя в принципе для сельской техники здесь достойное место что как на выезде из города практически я точу сегодня здесь поперся потому что сегодня кто-то приехал в город вообще непонятно чё там происходит но на каждом углу менты дороги перекрыты везде пробки просто какой-то кошмар но я решил здесь поехать пообъездной ну и заодно вам поснимать показать тоже что-то делают копаются поле но вот этот пять камня что-то уже под достал посередине ехать наконец-то поют мать полет старый пень там старый голень сидит он посередине едет ему нормально здесь даже кстати вот фу выводят это уже выезд из города здесь в принципе здесь в принципе то еще и люди живут здесь когда-то вот строительная база была знающий сама здесь есть нет вроде как тоже еще еще вроде как живая торгуют так вам не надо выезжать за город здесь такая развязка вот дурная чуть-чуть если прямо ехать то попадаете сразу на икею я лично выезжаю вот на эту трассу у меня получается это минут наверно 10-15 я уже дома так по поводу грибов очка в которой мы вчера варили были угарная тема я как-то пробовал эти коровники но что-то как-то не знаю это было давно и вчера мы вот с белкой попробовали все сделали все как надо все по правилам там отмочили изначально потом сварили изначально и потом где-то примерно час я это все еще и обжаривал с лучком потом это все сметанкой я задел и вообще гуд просто просто гуд господи что это как вот только машины не из урод но нет у вас денег не уродуйте это колеса вот так вот сикость накость сделают но я понимаю что есть машины которые будут реально красивые в них внука на кучу денег это реально тюнинг но если у тебя нет денег на тюнинг на хрена ты это колхоз то лепишь кстати вот такие вот дела уже давно и не видел чтобы вот так вот на трассе торговали но там песик сидел вот реально песик здесь удачные поселки идут кстати дача здесь нифига не дешевые если более-менее одном нормальный до миллиона полтора точно за дом кстати последнее время люди как бы не парятся покупают домишки себе здесь вот поближе берут домик и все и делают капитальный дом и все будет так чем у нас там 70 километров в час отлично он запрещен отлично вот кстати омская стелла но это кстати дорога на казахстан вот видеть это стелла омск что-то они этом красить собрались что ли или красят непонятно в общем дядьки что-то там делают наверное там уже все обрушилась и скоро свалится и разобьется кстати знак стоит на нарисован на дороге что где-то здесь камеру не могу понять деду где-то в общем эта дорога на казахстан я когда-то в свое время по этой дороге блин пока границы не было с казахстаном было вообще в кайф учетом три часа считаю в казахстане там есть отдохнуть съездить там на пестрое и вообще просто пестрое то озеро сто лет уже там не было в общем когда не было границы можно было туда-сюда шлунгать и было круто сейчас если допустим выезжать это что это вот это вот что ли светов светофор хотим сказать нет какая-то рогатка покрашенные там расписание автобусов красавчики вот знак 73 и где-то стоит камера непонятно где но где-то стоит вообще как бы вот эта вот трасса более-менее еще нормальная в омске ее постоянно поддерживают ремонтируют и здесь самое главное здесь не ходят эти дальнобойщики вообще не ходят никак они где-то вот по обездной туда вправо влево уходят и по обездной гоняют ты ты бляха-муха такого в омске то не увидишь а тут за городом чистят странная ситуация так ну ничего не так часто здесь катаюсь надо кстати будет заехать грибы может попробовать поискать блин чё-то с белкой решили по грибам по этим коровником больше не отрываться мы там заморозили на супец на землю хай она будет нормально завтра поедем в лес за белыми не знаю найдем не найдем короче не найдем значит купим просто было время как-то я заехал и вот я все время это вспоминая были надо это круто это полная машина грибов вообще вот одни а бабки и белый вот это был кайф я еще даже помню два ведра заменял на ящик пива были времена кайфовые кстати там что-то дальше вот ну вам не видно наверно помутнение есть вот я сейчас ухожу на тюмень все мне суда по развилочки а вот дальше там какое-то помутнение похоже там дождь блин по прогнозу погоды вообще сегодня должно начаться бабье лето и там всю неделю 20-22 23 ночи такое и солнышко но это круто блин это нужно съездить на рыбалочку за грибами и все потом начнется полный штагет здесь тоже в город дорога и блин как бы насладиться последними теплыми деньгами красота какая смотрит если он в ту сторону то я буду через пять минут дома а если прямо то через минут 20 там еще три светофора вообще как бы в принципе я живу в лесу вот вышел прогулялся грибов по набрал и красота вообще огонь мне здесь нравится зимой тоже прикольно можно вышел на лыжах покатался красота кстати там не знаю что за поселок тоже какой-то коттеджный поселок строят достраивается в общем вот такие дела были на мне понравилось на youtube чик то каждый день ведущие пускать прикольно такие как бы разговорные но тоже нормально вот кстати тоже торгуют есть собакин стой сюда вот если свернуть то через пять минут я буду дома но блин наша управляющая компания короче положили там такой бетонный кол какой-то были там по на втыкали все и в общем здесь теперь до дома не проедешь раньше можно было проехать а сейчас все другого дела по зиме еще как-то там мужики снега накидают где-то там проезжая как-то выкручиваются в принципе чё здесь он пять минут проехал когда-то вот здесь вот считалось самая такая крутая недвижимость по продажам то есть там по 5 по 6 по 7 миллионов называется она долина нищих он здесь вот в общем я не понимаю в чем был здесь прикол они вот здесь вот замка в себе по настроили каких-то непонятных а на самом деле если вот так вот заехать во внутрь там во первых не уютно очень маленькие дороги внутри самого поселения вот видите вот здесь короче кто из чего строил хочу на то время успели по русски говоря спешить вот видите заезды учета за заезда такие о чем говорю то есть в этом поселении внутри даже нет магазинов нет не спортивных всяких там заведений даже по моему один ларек какой-то стоял задрыпаны лет на пять-шесть меня просто дядька здесь жил туда чуть дальше в глубь там вот видите он продолжается туда дальше и там у него особняк вот здесь вот юлька жила тоже они уехали вот вот этот дом на вот он ее дом знакомые мои ну здесь вот более-менее у них своя роща сделано все как надо и сама занималась лимузинами и здесь вот она жила сейчас по моему уехала из омска не сделать в общем я о чем говорю то вроде как место крутое но блин даже магазина нет никакого близко этот ларек который был этот сожгли все беда случилось не знаю изначально я как бы хотел здесь жить но потом что-то вдруг резко передумал интернета у них нет все только на флешках почему-то я не знаю что трудно провести кабель вроде как все это навороченные кстати заправка здесь не знаю 38 65 бензин странно 38 65 бензина у нас бензин 41 15 буквально на следующей заправке чего уж там как они там мутят крутят непонятно вот такие дела до погода нифига не радует я так думаю что неделька постоит примерно неделька тепла и потом снег попахнет это сто процентов это как-то блин как-то блин чувствуете что лето то проебали вот так вот этот лайнер мне нравится кайфовый такой как из фильмы такой старенький офигенный вот эти вот свинюшки мне не нравятся с кайфами не знаю по моему юля дальнобойщица вот она на вот такой sky не работает тоже что-то недовольная говорит что так себе я хрен знает я был тут старый взял вот он такой огонь еще проезжают такие хромированные прям вообще очень нравятся но это чистые такие американцы видно что хозяин машины прям вообще то есть они такие знать в лампочках все там в хроме прям вообще он в машину залазит там обувь снимает тапочки одевает такой вообще модный я бы вот обзор кстати на такого американца снял кстати камаз стоит ужасную машину камаз это да еще тот автопро в общем вот такой вложек пачаны и девчонки погнал я домой время чё там без двадцати двенадцать дня надо что-то как-то пообедать и завалиться спать точно это вот это будет грамотно счетом бы жизнь 4 долго-то с приездом дяди вову блин все светофоры поменяли все что-то красят белят моют блин непонятно выужели вот без дяди вовы и как нельзя было город как-то в порядке держать у меня не доходит тут все равно же он же все равно не дурак уже все равно понимает что в каждом городе куда он приезжает везде все вылезают блять ну вы оставьте вот как она есть и все и тогда уже будет видно как мы города следить за состоянием города примеру а так вот вылежит вылезал и чё хрен знает показуха какая-то сплошная дай мне в принципе пофигу я анархист я не за левых я не за правы я вообще не за кого у меня свой флаг так сказать своя родина живу и живу спокойно никому не лезу я вот так вот включая интернет там навальный что-то бегает кричит блять 4 там офисы все разбомбили вот у нас в городе вчера тут по всей россии я так понял все штабы навального грохнули там вплоть до родственников всех кверк жопой перевернули блять какой смысл ну какая разница кто у руля лишь бы войны не было и бухло в магазинах продавалась все такие дела я лично так считаю поэтому наверное я и анархист то что мне поливать вообще не понятно что если вдруг какие понты так я естественно возьму виллы топор и пойду защищать но на данный момент не очень посрать я не лезу не в политику не лезу вообще никуда мне эти политические разборки там кто там воры кто там не воры кто там коррупции заниматься поливать вообще посрать какая разница кто как деньги зарабатывают проститутки он проститутками работают строитель строителями я вообще никем не работаю я вообще на пенсии мне пофигу я сам себе пенсию придумал в лет наверно в 30 и теперь я заслуженный пенсионер в россии все ребята давайте до следующего вложек чоу блять